Это новости на Хабар 24. С вами Динара Саду. Здравствуйте. Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с главой Узбекистана. Первый президент Казахстана поздравил с днём рождения Шавката Мирзиёева. Пожелал крепкого здоровья и всяческих успехов в его государственной деятельности, а узбекскому народу благополучия и процветания. Собеседники отметили, что казахстанско-узбекское многоплановое сотрудничество обрело новую динамику и вышло на более высокий качественный уровень. В частности, увеличены объёмы взаимной торговли, заметен рост экономически-культурных и гуманитарных связей. Также Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев обсудили актуальные вопросы региональной повестки и выразили уверенность в дальнейшем укреплении стратегических отношений. Поздравил президент Узбекистана с днём рождения Касымжумар Тукаев. Он пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности и на благо братского узбекского народа. Также в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества, в том числе ход реализации договорённости, достигнутых по итогам государственного визита Тукаева в апреле этого года. Президент Казахстана выразил заинтересованность в расширении многогранных контактов с Узбекистаном. Глава государства поручил правительству остановить практику создания искусственного дефицита билетов на поезда в летний период. Об этом Касымжумар Тукаев написал на своей странице в Твиттере. По словам президента, сложившаяся ситуация создаёт неудобства гражданам и препятствует развитию внутреннего туризма в Казахстане. Действительно, дефицит билетов чувствуется в разгар летних каникул и не первый год. Многим из-за этого приходится планировать поездки за несколько недель вперёд или раскошеливаться. На поезд вообще нет билетов, хотя я за месяц уже начала искать предварительно. И мне пришлось купить на самолёт авиабилеты, и обошлось это на 120 тысяч. Билетов вообще нету. Мы приехали, за месяц уже раньше берём билеты. И то нету. Мне сейчас в авто обратно ехать надо. Еле нашли билеты, их нету. Все на вокзале стоят, билеты продают. Билеты берут, кому нужны билеты. А в кассе нету. А в кассе их нету. Еле нашли билет на поезд. Месяц назад купили и то. Все верхние места. Национальный перевозчик в качестве борьбы с перекупщиками усовершенствовал систему продажи электронных билетов. К примеру, если в течение 30 секунд кассир отправляет 5 типичных запросов по одному направлению, то касса автоматически блокируется на 5 минут. Делается это для того, чтобы предупредить искусственный дефицит билетов. Еще одно новшество – лист ожидания, практически пугуемый во всем мире. Пассажир может оставить свои данные и встать в электронную очередь. Как только в продаже появляется свободный билет, ему приходит сообщение на почту. Но перевозчики просят обратить внимание на то, что в обороте перекупщиков до сих пор есть билеты, выкупленные ранее через недобросовестные кассы. В Карагандинской области запустили новый современный ферросплавный завод. Его главный продукт – ферросилиции. Полностью экспортероориентированные оборудования соответствуют параметрам программы «Индустриализация 4.0». Первая плавка прошла в присутствии премьер-министра страны. Развитие и модернизация горнометаллургического комплекса – главные темы рабочей поездки Оскара Мамина в индустриальный регион. Все подробности в нашем следующем материале. Торжественный запуск. Пуск! И вот она – первая плавка ферросилиция на новом ферросплавном заводе. Сплав железа и кремния – это чудодейственная добавка делает сталь более качественной, твердой, упругой, пластичной, менее подверженной окислению и потере электроэнергии. Этот завод по мощности и технологии станет отечественным лидером производства ферросилиция и одним из ключевых в металлургии. Стоимость проекта составляет более 30 миллиардов тенге. На первых этапах запланированный объем производства составляет 180 тысяч тонн ферросилиция в год. Это позволит Казахстану войти в десятку крупных пыровых производителей ферросилиция. В дальнейшем планируется увеличение выпуска продукции в объеме до 240 тысяч тонн ежегодно. На этапе строительства создано более полутора тысяч новых рабочих мест. А в период эксплуатации будет создано 350 постоянных рабочих мест с увеличением их количества до 550 при реализации второго этапа. В строительстве завода принимали участие ведущие мировые компании из семи стран. Эксперты в области инженерии и высокотехнологичной промышленности. А доля казахстанского содержания при производстве готовой продукции заставит больше 94%. Открытый сегодня новый ферросплавный завод – это не только показательный пример высокого развития казахстанской промышленности. Это еще одно яркое свидетельство инвестиционной привлекательности Казахстана. Здесь в производстве используются самые передовые инновационные технологии, отвечающие всем высоким требованиям программы «Индустрия 4.0» по технологической модернизации экономики и цифровизации промышленности Казахстана. Производимая на заводе продукция станет 100% экспортно-ориентированной. И кроме того, она будет соответствовать самым высоким мировым требованиям как в области качества, так и в области экологии. Экостандарт настолько высокий, что завод без высокой трубы смотрится не просто современно, а даже футуристично. Очистка воздуха здесь составляет 99,8%. А из собранной системы газоочистки пыли делают микрокремнезем. Его используют в производстве высокомарочных цементов. Открытый новый завод станет настоящей жемчужиной на карте индустриального региона. За последние три года в области появилось целое созвездие небольших, но современных, технологичных и высокоэффективных горнометаллургических производственных площадок. Что еще нужно сделать для еще более активного развития и модернизации горнометаллургического комплекса, Аскар Мамин обсудил с производственниками на местах. К примеру, на этом горнообогатительном комплексе впервые применена циклично-поточная система разработки месторождения. А это предприятие по производству катодной меди работает всего год. За это время здесь произведено уже 7769 тонн продукции на сумму 17 миллиардов тенге. А здесь полным ходом идет строительство предприятия по переработке и обогащению свинцово-серебряной руды и месторождения Алай-Гыр. Впервые в стране здесь заработают флэш-флотационные ячейки. Традиционно Карагандинская область является регионом с развитой металлургической промышленностью, отметил Аскар Мамин. Доля отрасли в структуре, обрабатывающей промышленности региона, составляет 75%. И этот процент будет только увеличиваться. Первое в столице социальное кафе переросло в тренинговый центр. В заведения, которые довольно успешно действуют на протяжении трех лет, работают люди с особыми потребностями. Принимают здесь как опытных, так и начинающих специалистов. Проект оказался настолько успешным, что новых сотрудников начали обучать сначала бытовым, а затем и профессиональным навыкам. Фариза Кудайбергенова повар. Около года девушка не могла найти постоянную работу. Многие работодатели, увидев ее приступы эпилепсии, сразу же отказывали сотрудничать. А сейчас в этом необычном кафе у нее есть возможность реализовать свою мечту – стать первоклассным кулинаром. Фариза говорит, что с легкостью может приготовить любое, даже самое сложное блюдо. График работы у меня 6 дней. 6 дней работаю, 1 день отдыхаю. 6,1 в общем. Ну, работать здесь нравится, как бы устраивает. Весь персонал социального кафе с особенностями ментального развития. Заведение расположено на территории Назарбаев университета. Его основатель Маулин Ахметов. Молодой предприниматель считает, постоянное взаимодействие с социумом – это самая эффективная терапия и реабилитация для людей с особыми потребностями. Я бы хотел, чтобы мы создали систему, которая может стать частью системы реабилитации и реформировать вообще систему здравоохранения и психиатрии в Казахстане, как мы к ней относимся. Ну, естественно, мы не одни это делаем, это уже делается. Мы хотим вот свое место занять в этом пазле. То есть дать площадку для реабилитации, для обучения и для трудоустройства тем людям, у кого ее вообще сейчас нет. После социальной терапии работники кафе чувствуют себя гораздо лучше, говорит Маулин Ахметов. Но одного заведения уже недостаточно, чтобы трудоустроить всех желающих. Штат и так превысил больше 30 человек. Наши ребята, они, когда у нас работают уже после 3-4 месяцев, они уже даже не ходят, они уже не ложатся, не госпитализируются. Трудоустройство ребят с ментальными заболеваниями в кафе-ресторанах, оно работает, потому что это отличная форма трудовой реабилитации и возвращения в социум. Люди с ограниченными возможностями трудятся в самых разных отраслях. Однако чаще всего они устраиваются вахтерами, курьерами, операторами колл-центров или диспетчерами по квоте работодателей. Если у него штатная численность работников превышает 50 человек, то он уже должен 2% от этого количества выделить рабочих мест именно для инвалидов. Есть работодатели, которые это исполняют, а есть работодатели, которые уклоняются от исполнения данной нормы закона. С начала текущего года в городской центр занятости обратились свыше 300 людей с ограниченными возможностями. Больше 20 из них переобучились и получили новую специальность. Среди них слесари, крановщики, швеи, мастера маникюра и другие. А у тех, кто хочет работать на себя, есть возможность получить грант от государства в размере 250 тысяч тенге. На эти средства начинающие предприниматели могут закупить необходимое оборудование. Сабина Балашкина, Жандос Битабаров, Хабар, 24. Победители конкурса социальных проектов ведут мастер-классы в Уральском обществе людей с ограниченными возможностями. Они не просто обучают новым навыкам подопечных центра, но и в течение полугода будут оказывать им услуги совершенно бесплатно. Вот и Госпозарбаева расскажет, как можно развиваться, помогая другим. Талантливая молодежь региона представила на конкурс более 700 проектов. Свыше 200 из них получили гранты по миллиону тенге. К примеру, группа молодых медиков решила начать собственное дело по оказанию лечебного массажа. Первыми клиентами для них станут маленькие подопечные центры по поддержке детей с особыми потребностями. А девушки-кондитеры уже набирают группы из инвалидов-колясочников. Учат печь торты. Именно многодетным мамам, мамочкам в декрете, студентам, пенсионерам мы будем обучать в течение шести месяцев. Примерно каждый месяц мы рассчитываем на 10 человек. Общее количество людей получится 60. Сперва оказывают свои услуги, а также свои продукты раздают бесплатно. То есть социально уязвимым слоям населения, а также инвалидам оказывают свою помощь. И в дальнейшем они уже открывают свое ИП и могут дальше развиваться. То есть приучить молодежь, помогать общественности главной целью является. Среди проектов производства молочных изделий и даже оказания клининговых услуг группе молодых людей грант позволил приобрести оборудование. А для членов объединения Арба проекты дают возможность получить новые знания и опыт. Единицы трудоустроенные. Поэтому я думаю, что сегодняшнее мероприятие даст возможность и толчок для того, чтобы ребята сами могли заняться и найти свою стезю, свою сферу в жизни, чтобы можно было приносить себе доход и участвовать в жизни общества. На сегодня в области проживают свыше 20 тысяч человек с особыми потребностями. Из них только пятая часть имеет постоянную работу. Для молодежи с особыми потребностями на побережье Актау организовали адаптированный пляж. Уникальную площадку открыли при поддержке фонда первого президента. Для удобства подростков, передвигающихся на инвалидной коляске, на песке положен деревянный настил, установлены тенты и шезлонги, а для самых маленьких предусмотрены надувные бассейны. К пляжу детей привозят специальный транспорт, а уже на берегу за ними присматривают и во всем помогают волонтеры. Для купания в Каспии спонсоры недавно закупили специальную коляску стоимостью миллион теньки. В августе пляж планируют посетить 8 инвалидов-колясочников из Уральска. Мы отдыхаем здесь бесплатно. Очень удобно. Нас привозят на спецтранспорте. Здесь есть песочница. Если вдруг море холодное, то занимаемся песочной терапией. Волонтеры помогают с дочкой. Она стала спокойнее, общительнее, окрепла. Это помогает детям приходить сюда, общаться, загорать, играть. Они не чувствуют себя обделенными, то есть не чувствуют себя как обычные люди. За этот месяц нас посетило около 50 человек. То есть с Монолинского района, с Актаус, с Женаузене. К другим темам. Более 1700 нарушений при оказании госуслуг выявлено в Центре занятости Козылжарского района Североказахстанской области. После внутренней проверки виновных привлекли к административной ответственности. А руководству Центра рекомендовано устранить все несоответствия. В том числе и при назначении адресной социальной помощи. С апреля выплаты по новому формату в районе получили около 400 семей. Среди них нашлись и любители незаконно обогатиться. Ими оказались трое предпринимателей, которым выплатили АСП в размере полумиллиона тенге каждому. Бизнесмены ухитрились скрыть от государства свои реальные доходы. Отчисляли минимальные пенсионные отчисления. И сдавали отчет в органы государственных доходов по упрещенному режиму налогообложения. В связи с этим проследить их реальный доход на момент назначения АСП было невозможным. На сегодняшний день предпринимателям вручено уведомление о том, что они обязаны вернуть незаконно полученные деньги в бюджет государства. Жители сразу четырех сел Туркестанской области страдают от жажды. Сельчане неделями живут без воды, потому что местные животноводы направляют ее на нужды домашнего скота. Люди просят вмешаться в ситуацию чиновников. Рауль Габитов с подробностями. Каждое лето в селе Генбекши Казгурского района наступает засуха. Чистую воду здесь подают раз в неделю, поэтому местные жители максимально ее экономят. Живительную влагу они хранят в бидонах и стараются не пролить ни капли. Мы несколько дней живем без питьевой воды. Скот к чистой воде не подпускаем, так как ее с трудом хватает семье. Поить животных приходится из колодца. Когда в 2011 году в ауле появился новый водопровод, все сначала вздохнули с облегчением, но потом поняли, что мечты рухнули. Вода так и не пришла. Воду мы получаем согласно графику. Раз в три дня. Хотелось бы, чтобы живительная влага поступала бесперебойно, чтобы использовать ее сколько необходимо. Зато у животноводов вода в избытке. Они сделали отверстие в трубах и откачивают ее прямо из водопровода. Тем, кто разводит скот, за счет государства пробурили артезианские скважины. Но их эксплуатация требует затрат. Поэтому крестьяне предпочитают добывать живительную влагу самым простым способом, говорят сельчане. Похожая ситуация и в селе Казалдала, что в 55 километрах от районного центра. Здесь чистой питьевой воды не было около месяца. Мы пьем одну воду со скотом, используем ее и для приготовления пищи. Сейчас у многих в ауле расстройство кишечника. Возможно, это из-за воды. Вода в села поступает из родникового источника. Поэтому закономерно, что летом она в дефиците. Чтобы жители получали живительную влагу круглосуточно, необходимо бурить скважину, говорят коммунальщики. Пока все, что мы можем, это подавать воду из родника. Заявка для бурения скважины подана. Если она появится, вопрос питьевой воды решится в трех селах. Мы проводили встречу с жителями и пообещали решить проблему. Сейчас в этих аулах работает группа специалистов. Если есть абоненты, незаконно подключившиеся к водопроводу, их обязательно отключат. Мы провели беседу и с животноводами. В этом году питьевую воду получат 8 населенных пунктов Казыгуртского района. Между тем, жители 17 сел из 64 до сих пор ждут подключения к водопроводу. Рауль Габитов, Нурмахан Бекмуратов, Хабар, 24, Туркестанская область. Из-за нехватки воды только уже поливной фермеры Енбекше Казахского района Алматинской области рискуют остаться без урожая. У многих за все лето поля орошались лишь единожды. Посаженные на сотнях гектаров культуры гибнут на корню, высохли и сады. Наши корреспонденты разбирались в сложившейся ситуации. Каждый день фермеры сразу пяти аулов Енбекше Казахского района приходят сюда в надежде увидеть, как вода уходит на их посевы. Именно здесь она распределяется по полям. Однако канал опять перекрыт. Не их очередь. На четыре дня закрыли воду. При такой жаре люди стали гореть. Даже на пять. Вот дядя Санта облаял. У них 35 гектар бросили. Они вообще просто бросили. Все. Оно совсем сгорело, пожелтело. Цветы. Они должны опылиться. Уже нечему опыляться. Они уже все высохли. Второй полив не видит. Вот все уже. Даже их польешь уже. Все. Вот уже пух. Из-за нехватки воды в 40-градусную жару пострадала почти половина посевов ремзи облаева. Теперь нет смысла поливать их. В этой части поля урожай уже погиб, говорит он. Остается еще 150 гектаров, на которых соя пока не совсем пожухла. На эти грядки вода иногда поступала. Они говорят, что мы не можем обеспечить на все ваши поля столько объемов воды. Почему они этот вопрос не поднимают весной перед нашим посевом? Мы сюда очень большие деньги вкладываем. Мы тут посеяли корм для крупнорогатого скотана. Вот эти поля были посеяны до 9 мая. До 9. Вот сегодня какое уже число? Месяц и 10 дней они воду не видали. Первый раз воду видят. Земля эта. Чтобы не пропал весь урожай, фермеры прибегают к хитрости. При подаче воды поливают культуры только через ряд. Так можно сохранить хоть какую-то часть, говорят они. А вот для садов Тахира Хасанова этот метод уже не годится. Плодовые деревья требуют полива прямо под корень. Это был сливовый сад. Вот высыхает. Плюс еще яблоки есть высохшие. За воду нам рассчитывают на гектар 15 тысяч в сезон. Вот у меня 19, почти 20 гектаров, около 300 тысяч. Я должен был выплатить за воду. Но вот я не знаю, что дальше делать. Поливная вода поступает из Большого Алматинского канала. В нем воды достаточно, уверяет поставщик. Проблема в растительных каналах, которые изношены и засорены. Их сейчас очищают с помощью экскаваторов, говорят в компании. К примеру, на одном из каналов разрушилась бетонированная стена. Восстановление заняло пару дней. Потом, по уважительной причине, еще три дня перекрывали уже другой канал. Да к тому же надо учесть, что по забитым каналам не вся вода доходит до потребителя. Где еще теряется вода, вопрошают фермеры. Ведь они недополучают очень большой объем. Теперь они намерены просить местной власти создать специальную комиссию, которая ответит на два главных вопроса. Кто виноват и кто возместит убытки. Алма Уразбаева, Ирлана Бжанов, Алматинская область, Хабар, 24. Пострадавшему от рук браконьеров, егерю Самату Оспанову сделали операцию. Из его плеча извлекли пулю. Процедура длилась более 40 минут. Сейчас его состояние стабильное. Назначена антибактериальная терапия. Напомню, инспекторы охотзоопрома были ранены вчера в Жаркаинском районе при погоне за незаконными охотниками. 43-летний Каныш Нуртазинов скончался, не дождавшись медицинской помощи. Второй инспектор бортом санавиации был доставлен в больницу Кокшетал. Сейчас его перевели в палату. Состояние его стабильное. В средней степени расценивается. Соответствует сроку и объему оперативного вмешательства. Все лечебные мероприятия выполняются. Жизни его ничего не угрожает. По истечении некоторого времени пациент будет выписан домой. В Алматы отстранены от занимаемых должностей четыре медработника родильного дома, в котором скончалась 29-летняя роженец. Она поступила в отделение реанимации на 36-й неделе беременности. Ей было сделано кесарево сечение, после чего состояние резко ухудшилось. Позже врачи провели еще одну операцию, однако спасти женщину не удалось. Без матери остались новорожденные и еще двое маленьких детей. Для расследования данного факта создана специальная комиссия. В настоящее время работает комплексная проверка в составе представителей республиканских организаций, комитета контроля качества, безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения. Все сотрудники, принимавшие непосредственно участие в лечении, отстранены от занимаемой должности и лечебной деятельности. По результатам проверки материалы будут переданы в ДВД для дачи правовой оценки и принятия процессуальных действий. Свыше трех тысяч столичных школьников получат помощь в рамках республиканской акции «Дорога в школу». Среди них дети-сироты, а также ребята из малообеспеченных и многодетных семей. Традиционный благотворительный марафон проходит уже в 12-й раз. Нынче под девизом «Жирек-тен-жиреке». За 11 лет акции спонсоры и меценаты помогли одеть 71 тысячу школьников. К слову, в этом году подготовить детей смогут и из фонда «Всеобучая». Заявки продолжают принимать. Подробности в материале. Тамара Ермикбаева – многодетная мать. Воспитывает четверых детей, двое – школьники. Второй год подготовить к новому учебному году старших помогает благотворительная акция «Дорога в школу». Кроме канцелярских принадлежностей и рюкзаков, детям дарят и зимнюю одежду. Безусловно, с поддержкой намного легче для многодетных семей, ведь любая помощь весома. Хочу выразить свою благодарность всем, кто причастен к этой акции и благородному делу. Поддержку социально незащищенным семьям также окажут за счет средств фонда «Всеобучая». Заявки принимают в столичных школах. Уже больше пяти тысяч родителей обратились за помощью. А до конца года эта цифра может вырасти еще на порядок. Кстати, в этом году власти намерены ужесточить требования к качеству поставляемых товаров. Недовольство родителей послужило тому причиной. В ближайшее время школы будут объявлять конкурсы на поставку канцелярских товаров и школьной формы для оказания помощи в рамках «Всеобучия». Здесь мы бы хотели предупредить всех потенциальных поставщиков, которые будут участвовать, что у нас будет очень жесткий контроль над качеством поставляемых товаров. Контроль будет не только со стороны сотрудников школы. В каждой приемочной комиссии у нас будут участвовать родители. Поэтому, если товар не будет соответствовать спецификации, либо будет не соответствующего качества, то приниматься он не будет. До 1 сентября в столице проведут три традиционные школьные ярмарки. Концтовары и форма там всегда значительно дешевле. А это тоже ощутимая помощь для родителей. Алматинские вундеркенды одержали очередную победу на Международной Олимпиаде в США. Ученики специализированного лицея завоевали золото и серебро. Им противостояли и такие же эрудированные школьники со всего мира. Но победу в итоге одержали казахстанские старшеклассники. Тимирлан Абдикадыр и Яросыл Умертай смогли осуществить свою мечту. Они победители Бостонской интеллектуальной Олимпиады. Теперь они настоящие герои в глазах одноклассников и родителей. Говорят, волновались, но не давали волю эмоциям. Счет шел на секунды. Каждое задание нужно было выполнить не только правильно, но и максимально быстро. А это совсем нелегко, когда твои соперники – самые эрудированные школьники со всего мира. Эта Олимпиада на самом деле очень сильно ценится, потому что эта Олимпиада считается некоммерческой. То есть она не получает с этого никаких денег. То есть они эту Олимпиаду проводят просто для того, чтобы понять, насколько хорошие ученики в нашем мире. Самое сложное личное для меня – это был тест. Потому что на тест на 70 с лишним вопросов тебе отводится всего лишь 60 минут. И самое тяжелое – это было рассчитать время. Участие в Олимпиаде такого уровня ребята называют огромным достижением. Им пришлось пройти через такие испытания на проверку знаний, что теперь можно смело поступать в любой престижный зарубежный вуз. Кстати, казахстанские школьники впервые получили возможность усовершенствовать свой английский. Поездку в Америку ребята называют настоящим реалити-тренингом в языковой среде. А это тоже полезный опыт. Конечно, победители Олимпиады прежде всего благодарят своих наставников. Ребята систематически готовились к Олимпиаде, начиная с 7 класса. Основной профиль нашего лицея – естественные науки, иностранные языки, история. Всего в отборочном конкурсе Международной интеллектуальной Олимпиады приняло участие около 500 школьников. По условиям конкурса они должны написать эссе, ответить на устные вопросы. Ребята надеются, что в следующем году казахстанцы также станут фаворитами. Владимир Бовкис, Аршин Кимнаджан, Алматы, Хабар, 24. В Приортышье активно развивается движение военной реконструкции. Особую лепту в развитии клуба военно-исторических боев внесли местные ученые-археологи Центра Маргулан. Помогали и исследователи клуба «Окина», который занимается реконструкцией доспехов древних воинов. Проводить состязания в исторических местах уже стала традицией. К примеру, одно из соревнований было организовано у Сакского кургана. Парни, одетые в 40-килограммовую экипировку, своим мастерством удивили ученых из ЮНЕСКО. Молодежь охотно занимается древним видом боевого искусства и защищает честь страны на международной арене. Активисты движения в ближайшее время намерены открыть собственную мастерскую, чтобы восстанавливать костюмы степных и кочевых народов Средневековья. Исторические средневековые бои – это мировой вид спорта, который очень активно развивается. Он существует на всех континентах. У него очень широкая география по всему миру. И команды очень мощные, большая конкуренция. Есть чемпионат мира, в котором участвуют около 40 стран-участников. Мы представляем Казахстан в этом движении. Бойцы с нашего клуба также входят в сборную Казахстана. А из этого высокие требования к защитному снаряжению. Казахстанская федерация футбола организовала благотворительный товарищеский матч в поддержку Галины Полевой. Участие в нем приняли ветераны футбола и спортивные журналисты. Победу со счетом 6-3 одержала команда профессионалов. По словам дочери Анастасии Валикжанины, Галине Полевой сделали пересадку костного мозга в Стамбуле. Сейчас она восстанавливается после сеансов радиотерапии. Через пару месяцев запланирована операция по укреплению позвоночника. По предварительным подсчетам необходимо еще около 90 тысяч долларов. Поэтому сбор продолжается. Напомню, что у ветерана спортивной журналистики множественная мейлома, болезнь, которая поражает кости и вызывает спонтанные переломы. Именно благодаря неравнодушным казахстанцам в начале года удалось собрать деньги на ее лечение в турецкой клинике. Я хотела бы поблагодарить Казахстанскую федерацию футбола, которые так вот неожиданно для нас откликнулись. Буквально неделю назад мне позвонили и сказали, мы бы хотели сделать турнир, благотворительный матч. И так приятно. Я благодарна всем руководителям, президенту федерации, генеральному секретарю, всем тем, кто откликнулся, чтобы состоялся этот матч, всем журналистам, которые пришли сегодня поддержать, ветеранам спорта. И на этом пока все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok